Книга «Открытым оком», том 2, тема «Пища», вопрос 805. Не будет ли сейчас являться грехом есть молоко и мясо вместе? В Ветхом Завете этого делать было нельзя. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Исход 23.19. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не вари, козленка, в молоке матери его. Прямого указания не есть одновременно мясное и молочное в Библии, а значит и у евреев нет. Но чтобы не случилось нарушение этой заповеди, они поставили на пути к этому такую же, такую жесткую преграду, чтобы была исключена даже самая возможность нарушения ее. Во всем Израиле вам никогда не удастся за один прием в столовой получить и мясное, и молочное. Там два окошечка в каждой столовой. Утро можешь брать мясное, а в обед молочное, чтобы и твой желудок одновременно не варил, не переваривал мясо и молоко. Эту заповедь вообще трудно было нарушить, потому что сначала нужно было подоить козу, а потом заколоть ее детище, и при том варить не в воде, не жарить, а в молоке. И не просто в молоке козы, а его матери. Что Бог хотел сказать этой заповедью, и как она могла вообще появиться? Мы можем только догадываться, что, быть может, был какой-то ритуальный или для исцеления обычай в Египте. Откуда они и вынесли это экзотическое приготовление пищи? Насколько это верно, не знаю. Но я справлялся у медиков, и они подтвердили, что принимать одновременно пищу молочную и мясную не полезно для желудка. Хотя я помню, как наш отец рубил на пельмени мясо в деревянном корыте топором, а мать время от времени подливала в него молоко. Лично я никому не советую есть одновременно молочное и мясное. Слишком накладно и не по карману для нашего дырявого кошелька. Когда мы ввели это правило в нашем лагере для взрослых, то привезенная тушенка так и не нашла места упокоения в желудках. Все тянулись к сливкам.